Приятного аппетита, товарищи инженеры! Меня зовут Фёдор, вы на канале FIDISPLAY. Это игра Factorio с настройками марафона Мира Смерть. В конце прошлого ролика я тут недоумевал, какого фига у меня поехал поезд и что не так. В общем, это я сам дурак, неправильные настройки задал. Тут же руда, она возится в стаках по 50 и, соответственно, в один вагон влезает 2000 руды. Ну, а настройки были под руду сделаны, поэтому 8000. А железо, оно возится в стаках по 100 и в поезд влезает не 8000, а 16. И, соответственно, здесь нужно было не 4000, не поделить в два раза, а умножить на 2. То есть не 8, а 16 должно быть. Я не то просто сделал математика. Вести повествование и считать это сложно. Так что прошу понять и простить. Вот. Такие дела. Значит, какие планы на сегодня? Нужно развивать успех, как обычно. Но для начала... Да, и успех развивать в том числе и военно. Но для начала я бы хотел сделать следующее. Сегодня будет такое. Потихоньку небольшой апгрейд пойдет. План сноса... Давайте-ка я его удалю. Давайте возьмем зеленый план. И сделаем апгрейды. С желтых на красные. С желтых на красные. И с желтых на красные. Красные. Учитывая... Так, готово, да? Учитывая то, что у меня здесь производство налажено уже. Было 50. Тут тоже этих 50. И налажена утилизация. То есть все без зеленых сундуков. Все объекты полетят сюда, чтобы перерабатываться. Ну и, соответственно, здесь то же самое сделано. То в целом апгрейд должен произойти довольно спокойно. Ну и сейчас давайте посмотрим. Вроде тут все у нас находится в зоне. В нашей под апгрейд. Берем план апгрейда. И начинаем грейдить. Тут прямо можно начинать. Я думаю, что... Начинаем начинать прямо вот отсюда. Прям апгрейд, апгрейд. Какой там максимально может быть. Пускай дроны прям вообще все загрейдят здесь. Все, что есть. Не, ну это что-то многовато, мне кажется. Столько брать. Ну хотя бы вот кусок вот этой шины в апгрейд отправить. Окей, дроны полетели потихоньку. Тут их... Я не знаю, сколько здесь вообще целая куча летит. Они, видимо, все там были. Большее количество дронов я ставить не хочу. Ну а пока делается апгрейд. Я хотел немножко установить тут власть республики. Продлить римские дороги вниз. Чтобы можно было быстро до сюда добираться и выпилить, может быть, часть гнезд. Благо у меня сейчас немножко подраскачено вооружение. Но для этого мне нужно будет взять, наверное, еще немножко рельс. Потому что рельс мне не хватало. Так, а тут давайте-ка я тут тоже апгрейд небольшой сделаю. Вот сюда вот. Ну и дальше после прокачки оружия, может быть, все-таки пойдем в дронов по чуть-чуть. Рельсы, 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 сколько вас брать? Возможно, даже столько много и не нужно. Какой толк от такого количества? Лучше, наверное, вооружение лишнего было бы взять, а не вот это вот все. Так, лишние желтые подземные конвейеры нужно, наверное, сюда вот сложить. Они не нужны. Манипуляторы пока оставлю, как есть. Ну, хотя красные можно убрать, просто чтобы не мешали. Их даже, причем, можно сюда в желтые сундуки скидывать. Дроны потом сами разберутся, что где куда. Так, у вас пакетник один оставлю. Деревянные столбы. От них тоже можно потихонечку избавляться, что они тут совсем избыточные какие-то. Ну и как-то так. Дальше. Я бы хотел ехать на личном паровозе. Собственно, этим сейчас и займемся. Но, прежде чем ехать, надо расставить здесь снизу сигналы и столбы. Это, опять же, нано-боты делают. Капсулы есть. Так что, побежали. Да, я что-то не учел. Сказали мне то, что не в настройках делается работа в сети, а в оборудовании. Я почему-то... Мне почему-то казалось, что все-таки это происходит в настройках игры. А вот, оказывается, не так. Это, оказывается, сам дурак, опять же. Может быть, я просто с какого-то давнего-давнего периода это все помню. Потому так и получилось. Сейчас это расставим. И я поезд просто притяну сюда через вызов. Здесь нужно сразу сделать разворот. Причем делать разворот желательно... Не знаю, я думаю, что все-таки лучше делать тройник и сбоку делать разворот. Потому что это получается как некий степ, заглушка. Степы, они вещь полезная. Ну, что я имею в виду? Когда это проектируется, мы можем поставить вот этот крест. Это развилка. Да, вот сюда. Сейчас мы тут все починим по-быстрому. Благо уже ресурс для этого имеется. Вот, и у нас получается вот такая заглушка. На случай, если нам нужно будет куда-то повернуть... Так, единственное, что надо только поверх шлепнуть еще раз. Сюда. А тут мы можем спокойно сделать разворот. То есть идея понятна, да, я надеюсь? Если вдруг мне нужно налево туда будет дорогу, я просто разворот убираю и поехал. А она мне здесь пригодится, потому что здесь уголь. И мне его нужно будет как-то забирать. Ну, а тут придется, наверное, немножко вручную построить. Потому что мне нужна электроэнергия снизу. Так как иначе советскую власть там не установить. А то пока гадость вот эта отсюда прет. Тут я не помню, то ли в начале, то ли когда перед записей. Вот отсюда куча пошла. Их надо отсюда убрать. Да, и обязательно нужно сделать радары. Несколько штук хотя бы. Вот, рейдка у меня есть. Доня идет. Всем привет на записи опять передавать. Любитель он. Записывал, он идет и ведь. Тоже желает вам приятного аппетита, видимо. Так, правос. Правос есть сюда. Ну и тут вот, никаких проблем. Единственное, что трубы периодически могут мешать. Но это все решается очень просто. А дальше снизу уже никаких коммуникаций нет. И проблем там это вызывать не должно. Кроме мин и кроме столбов, которые я здесь могу установить. Ну, мины это можно все разминировать дронами. Опять же, наноботами точнее. Так, деревья придется врубать. Ну, деревья надо гранатами сносить. Смотреть на них, что ли. Так, гранат мне вроде как даже хватает. Но у меня основной боезапас в тачке надо будет сделать. Ну, переносить себя уже в паровоз, чтобы ездить. Не на машине, а на поезде. Имея вагон. Ну и нужно сделать место, куда я персонально буду заезжать. Это как минимум удобно. Так, лес. До свидания. До свидания. Урон бы, конечно, еще от боеголовок немножко качнуть, но... Я думаю, устану я его прокачивать. Кс-кс-кс-кс-кс. Доня. Доня ходит, это... Внимание себе требует. Доня, кто не знает, это мой кот. Не кошка, кот. От слова донат. Донат. Пончик. Кузо наел больше, чем у меня. Вообще уже. На казенных харчах. Хорошо быть котиком, да? Так. Чего там у нас с апгрейдом? Алло. С апгрейдом пока ничего вообще абсолютно не происходит. 50. Достаточно медленно дроны здесь все это апгрейдят. Но апгрейд идет. Процесс, как говорится, пошел. Утилизация тоже работает. Это хорошо. А! Не успевают автоматы собирать красные конвейеры. Тут нужно делать апгрейд на автоматы. Но я пока оружие прокачиваю. Я уже про это говорил, что буду вначале оружие прокачивать. Так, здесь. Йентоть надо поубирать. И я думаю, что, наверное, вначале надо попробовать нижний улей. Убрать. Хотя можно попробовать вот этот убрать. Стою дотянуть до сюда шаблонами. На наботу сейчас расставят. Нет, на наботу долго ждать. Сюда. Раз, два. И вот так. До сюда я доеду сам. На рельсах. Ой. Ой. Ну а здесь придется обратным ходом. Так как надо было зачистку делать. Сегодня такая серия будет про зачистку, оптимизацию и улучшайзинги. Сделать это сейчас, в данный момент, необходимо. Потому что иначе потом могут с этим быть некоторые сложности. Опять не будет продакшена хватать. Опять еще чего-нибудь там. А сейчас пока все спокойно. Ну и плюс этих жуков гребаных повыпиливать. Тоже довольно неплохо. Так, теперь берем двухсегментную железную дорогу и начинаем тупо втыкать. Двухсегментную. Да блин, где она? Что-то промотал, походу, да? Вот. Перегон. Но... Но здесь нужно будет учесть, где у меня будет поворот. Я думаю, что где-то в этом месте можно поставить развилку. Какой-то налево-направо там, не знаю, куда пойдет. Один, два. Три. Развилка идет сюда. И Т-развилка идет сюда. То есть, чтобы здесь заглушка была, а здесь заглушка была. А дальше у нас продолжаются перегоны. Показалось, криво поставил. Перегон. Ну и дальше пока смысла ставить нет. Включаем нано-ботов. Переводим в ручной режим и поехали. Все равно пока столбы расставятся. Не, что-то не спешат нано-боты расставлять. Прям печаль, беда. Очень медленно работают. Возможно, стэк очереди под строительных дронов занят. Просто потом придется немножко тут пешком порасставлять. К сожалению, бывает такое иногда. Ничего себе не поделать. Тут я понятно, что руками расставлю. Не, все. Вроде нано-боты начали успевать. Это хорошо. Тут что-то даже расставили. Доня. Да, привет, скажи. Видите, кот настойчивый какой. Он, наверное, есть хочет, а я его на диету посадил. Он и так что-то жирнеть начал. Сейчас приходит миска пустая. Видимо, просит хавать, а еды нету. Нечего. Слишком много есть. Так. Хорошо. Вроде электричество здесь протянуто даже уже. Соответственно, можно попробовать наказать. Но я думаю, сначала вот этих. Тут их поменьше будет. Я боюсь просто, что большую кучу мне сложно будет удаливать. Хотя можно и на большой попробовать. Урона, правда, может не хватить немножко. Тут ее все равно нужно вырезать, чтобы у меня дорога до низа дошла. И было некое покрытие. Хотя правильнее было бы пробиваться куда-нибудь, например, к железу. Но к железу пробиваться надо вверх тянуть, вырубать лес и поворачивать налево сюда. Я пока туда ехать не хочу. Я бы это предпочел, может быть, даже таймлапсом сделать. Чтобы никого не раздражать, чтобы никого не раздражать тем, что у меня тут сезон очень медленный. Так. Я вот, кстати, не помню. В сезоне Final Factory, первым самым, много ли там было у меня вырезано именно в таймлапсе. По-моему, до хрена вообще там было сделано им. То есть тут некоторые моменты, они прям совсем-совсем рутинные. Приходится очень много времени на это тратить. Так, турельки. Турельки, дальше стены. Так. Да, что-то я тут стен-то мало с собой взял. Прям вообще в HP. Ну ладно, сейчас посмотрим, как пойдет. Вызову толпу. Смотрю, как будет работать. Дальше будет видно. Блин, ну прекрасно. Еще и столбов на себя не хватает. Запитало. Смотрим по электроэнергии. Сразу скачок. Скачок был. Это аккумулятор отдали на наши турельки. Потому что они разом потребовали заряд. Ну, не знаю. Тишковато, конечно, когда куча побежит. Сейчас, может быть, первую волну собрать. Попроще будет. Вроде пока даже не плюют. Ну, чуть-чуть тут наблевывает что-то. Не, я думаю, уже проще стало вычищать. Аккумуляторы. Ай-яй. Ай-яй-яй. На, ниже ставить турельки. И сейчас посмотрим, что у нас с электроэнергией. Вот это такое, проба пера. Я просто до этого не воевал. Вроде бы даже пока не включились. И даже вроде пока заряд есть. Ну и воевать нужно обязательно днем, а не ночью. Потому что на ночь глядя тут... Но все равно дамага не хватает, конечно, чувствуется. Ой. Блин, нано-ботами стрельнул. Ну, что такое? Не сильно, конечно, но чуть-чуть не хватает дамага. Начинается ночь, надо уходить. Вот этих я без проблем, я думаю, смогу выпилить. Ладно, сейчас надо чем-нибудь другим займемся. Здесь можно оставить блокпост. И засветить его временно радаром, чтобы было видно вообще, что там происходит. Много тут ставить не обязательно, чтобы они не хавали лишний раз электроэнергию. Так, достаточно будет. Где мой поезд? Разворот я сделаю, наверное, вот в этом месте. Так что пускай он сюда едет, а до туда можно пешком дойти. Конечно, не фиг тут и засвета получилось с этого радара, но небольшой кусочек стало видно. Так, по крайней мере, понятно стало, каким образом и куда мне продвигаться. Надо было заминировать бы, конечно, там еще. Но сейчас тогда, чтобы это все быстрее делать, нужно подготовить площадку, на которой я буду продвигаться вперед. Так, здесь ставим кольцо. Вообще надо топливом зарядить его. Здесь ставим кольцо. Ну, мне нужен поезд, который будет мой такой персональный, чтобы я мог приехать, забрать оттуда все, что мне надо. Может быть, даже строительный поезд сделал. Не знаю, я еще пока что-то не думал об этом. Развитие сильно медленнее идет. Ну, давай, расставляй. Так. Окей, отсюда можно вылезть. Заглушка и разворот готовы. Главное, мимо не проехать. Сейчас тогда надо усилить производство. Вот здесь вот. Поедемте вот сюда. Усилить производство красных лент. А то что-то там тормозняк какая-то идет. И посмотреть, чего не хватает по ресурсам. В принципе, можно там, конечно, и локально было бы сталь производить, чтобы налево мне сейчас не ставить. Потому что я по железу нормально так усилился. Нет, красный есть. А в чем проблема в расстановке? Нет подземных. Так, смотрим по подземным. В чем проблема? Не успевают шестерни накидывать. Делаем тогда следующий апгрейд. Сюда ставим тебя. И тут я просто фигачу пакетник. Конечно, все равно не успевают накладывать. Пакетник всего по четыре, бонусов мало. Так, и здесь... Тут надо соединить кабелем вот этот и вот этот, чтобы этот работал. Если все равно нулю, то один фиг будет истина. Ну, условия такие. Можно даже протестить. Опа, сразу загорелось. Ну, это, естественно, я сейчас сюда обратно верну. Мне не нужно, чтобы производились здесь подземные конвейеры. Пока есть лишнее. Что все лишние нужно переработать. Скорости накидывания не хватает. И мне уже не хватает производства шестерен. Сейчас тогда будем делать апгрейд и улучшение. Тут лишку можно скинуть, не нужно. Так, здесь... Тут, кстати, точно такая же проблема. Точно так же нужен пакетник. И точно так же нужно ограничить вот этот манипулятор. Все равно нулю. Ну и пойдемте смотреть, что у нас там с шестереней. Почему их не хватает. Вот тут где-то замедление идет. А, уже все замедлилось. Вот здесь. А, апгрейда нет. Лент. Тогда я-то сейчас руками все заапгрейжу. Так, апгрейд готов. Здесь тоже где-то скорости не хватает. Здесь апгрейд готов. Все, сейчас должно быть около дела. Сейчас 9 автоматов шестерень клепают. Не знаю, конечно, там будет хватать, не будет. Можно больше поставить, чтобы... Прямо еще 3. Я не хочу считать, сколько мне нужно автоматов. Поэтому поставлю так наугад. 2, 2, 3, 4. Сюда, 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 сюда. Ну и, естественно, зеленые модули. А на такое количество автоматов мне перестало просто хватать потока. Но тут можно хитрее сделать. Тут можно сделать 6 на 2. Единственное, что... 6 на 2. Насколько он сильно будет отличаться? Так, давайте-то тормознем все. Берем разделители. 6 на 2. Ну, практически ничем не отличается. А, тут в желтой зоне. Блин, придется ждать, пока прилетят. Тут туда проще саму собрать. Сюда, вверх. Экономика должна быть экономной. Вот. У нас так же. Последний не установился. И здесь... Блин, тут... Тут надо вот эту линию сейчас протянуть. Немножко в стороне. И подать на оставшиеся 3 автомата. Что тут одна линия снабжает всего 5 автоматов. Это можно по хелмоду посчитать. Мне просто неохота. Тут и так визуально понятно, что есть сложность. С ресурсами. Так что смысла не вижу считать. Проще сделать вот так. И здесь просто это забалансить. Приоритет входа влево. Все. Мы сейчас прям хорошо должны увеличить выхлоп. Причем, возможно, имело бы смысл... Вот здесь вот выгружать на внутреннюю сторону лент. Вот как-то так. Дальнее вообще не работает нифига. Ну и мне внезапно перестало хватать железных пластин. А поезд что-то не спешит ехать. Потому что не хватает руды здесь. Или потому что там не накрафтывалось нужное количество. Лимит поездов 0. Всего здесь 4,5. А тут... 10к. Я думаю, что можно заранее поезд туда направить. Какой тут у нас. Погрузку. А, станция там отключена. И хрен ты что с этим сделаешь. Пока не дождешься 16 тысяч. Хорошо. Тогда здесь можно спокойно просто подождать. Да, здесь сейчас кончатся железные пластины. Но он привезет 16к сюда. И с этим, в принципе, все будет ок. Теперь периметр. Можно, в принципе, было бы ставить пролет. Двух столбов больших. И около них, скажем, там, одна турель лазерная. Ну, или там 2, или 4. Таким образом, можно просто определять, где жуки ползут уже к нам. Но сейчас, в первую очередь, нужно понять. Так, давайте уберем. Что нам конкретно не хватает? Каких ресурсов и чего? Ага, апгрейд готов. И даже внезапно банки поехали. Никогда такого не было. И пластик накопился. Сталь полная. Тогда давайте решать, какой дальнейший апгрейд у нас будет. И куда мы пойдем. Оружие, естественно, хочу усилить. Что мне сейчас не нравится. То, что не хватает. Тут железо сейчас кончится. Снизу... Я думаю, что нужно сходить вниз и перенаправить потоки на погрузку вот сюда. Чтобы у нас больше работала вот эта часть, чем та верхняя грязная. Для этого мне придется сделать... Ну, вот сделаю 14... Тут еще сколько-то буров у меня было. Сделаю 14 буров. Это можно забрать. Так, далее. Что, кстати, у нас по электроэнергии? Да, не включалось еще. Я смотрю, как только включится у меня паровая станция, то это знак. Тут, кстати, скоро топливо кончится. Нужно будет вот эту линию взад-назад направить сюда. Так, здесь... Забираем вас. И мне просто нужны железные пластины. Можно еще зеленых модулей взять. Один стак. Ну, я думаю, это, наверное, конечно, избыточно будет. Но, тем не менее. Так, где мой поезд? Как хорошо. А сейчас можно на поезде прям подбежал, быстро уехал. Красота. Не то, что эти ваши пешком ходить. Но здесь есть, конечно, проблема одна. Если поезд станет загружаться, то у меня отсюда будет не выехать. Но это такая проблема. Скорее, надуманная. Ну и ладно, после урона энергооружия давайте все-таки, раз там так просили сделать автоматизацию 3, начнем с нее, чтобы у нас были автоматы 3 тира, а дальше все остальное, что там планировалось. Так, теперь здесь делаем апгрейд, такой, какой мы можем сделать. Ну, меняемся на красный лент, естественно. Так, вторая линия и здесь. Я не знаю, хватит ли мне на балансер. Что-то я сплоховал в этом плане. Надеюсь, что хватит. Ну, надо будет расставлять. Расставлять. Здесь что, я буду расставлять? Блин, ну на бот, ну не тупите, вот же есть бурый. Алло. Короче, здесь смысл в том, что нужно сделать балансер 4х4, вот из этого всего, и направить все 4 ленты вот сюда параллельно. Поэтому, это я сейчас все отключаю. Поезд некоторое время, ну точнее, станция некоторое время не будет руду набирать. Раз, два. Ну, поезда этого хватило, тем не менее. Вот, а вот это все здесь уже не нужно. Так, теперь воруем. Блин, донин пух попадает в нос. Воруем вот это. Ставим это. Блин. Либо мне это лучше поставить. Придется подрезать здесь еще. Сюда у вас Ctrl-V. И планом апгрейда повышаем тир. Ну, тут, конечно же, у нас дрон-сеть. Давайте ее пока отключим, чтобы у нас на на боту могли работать. Там у меня, кстати, на на боту где-то не работали. Там тоже, скорее всего, может быть, дрон-сеть была. Нам потом вернуть ее будет. Сейчас эту настроим. Значит, ты идешь сюда. Надеюсь, мне лента хватит. Идешь сюда. Да, блин, как так? Зато это здесь уже не нужно. И тут можно десяток заказать так руками. Ну, и давайте излишку выкинем. Все. Сейчас она должна довольно быстро набираться, эта станция. Так. И... Разгрузки. Здесь все хорошо, но я все же, наверное, хотел бы подключить вторую линию вот эту. Второй лентой. Так что сейчас поедем туда и будем подключать ее. Хотя, может быть, проще было бы дронами подключить. Дроны лететь долго будут. Я руками быстрее соберу. Так, значит, едем сюда. Ну, тут я не знаю, насколько быстро будет набираться эта руда. 4,5 тысяч. Как только 8 станет, в станции лимит включится на один поезд. Мне все-таки хорошо, что они в ваниле вот эту фишку сделали. То, что можно сейчас вот так вот по-всякому брать и превращать вот эту изначальную HD в нечто нормальное. А то поначалу вообще прям как-то некомфортно было. Такое ощущение, что будто что-то не хватает. Вот прям вот совсем в HP. Так. Здесь. 39. Давайте еще столько возьмем. Столбы вроде как у меня есть. Я думаю, к следующему эпизоду панельку, наверное, уже до ума доведу. Наконец-то. Не прошло и сто лет это называется. Ладно, пойду сюда. Будем методом от сзади делать. И теперь, раз у нас тут все заапгрейжено, можно дронов начать постепенно вот сюда отправлять. Черт, а я здесь, кстати, не вернул обратно в дрон-станцию. Ну, кстати, кстати, давайте-ка я прям руками поставлю. Чтоб здесь временно это не тратить. Пока дроны там долетят, пока то-сё. Тут прям... Тут прям ровно должно получиться. Дрон-станция была здесь одна и одну. Можно поставить сюда, а дальше, как только там дрон-станция появится... Уже установить. Ну и сразу же дроны массово вылетели. Расставлять вот это всё и уничтожать. А мы давайте подключим данный массив, чтобы их было два. Ну и здесь как-нибудь вообще банально вот так вот вофигануть. Сюда сразу же столбом подать электроэнергию. О, как красота! Прям эскадрилья дронов. А есть ли здесь у меня ещё дрон-станции? А, целых девять штук. Слушайте, чё я сопли жую? Сейчас сюда тогда ещё поставим через shift. Так вроде ровно получается. Сюда столб, сюда столб, который не столб, а опора. И это всё будет покрыто уже дрон-сетью. Ну и можно дрон-станцию ещё сюда заказать. И вот сейчас, когда у меня ресурсов хватает, в принципе, дрон-станции можно к производству наладить. Ну к такому уже к нормальному. Руды не хватает. Ну да, забавно. Это я сейчас в производство руды упрусь просто. Тогда придётся в следующий раз ехать забирать месторождение. Уже всё, дошли до ручки. Раз руды не хватает. Прям банального. Ну а вот руда поехала. Сейчас по второй линии направлю здесь. И она будет кончаться в два раза быстрее. То, что нам нужно. Так, отлично. Ну что ж, можно считать, что сегодня прям много полезных дел сделали. Месторождение по-человечески стало нагружать у нас вот это всё. В принципе, вот эти линии тоже нужно бы сюда завести. Так-то. А то не полностью месторождение вырабатывается. Вот. Подключили второй массив. Ну и начали потихонечку здесь собирать. Я думаю, это мы достаточно быстро соберём как раз в то самое время, пока будем отбирать месторождение. Просто нужно подумать, какое месторождение первым забрать с железом. Туда придётся либо нефть поездом возить, либо тянуть трубу. Нефть поездом возить, это нужно разворачивать нефтяную логистику. Это, в принципе, сейчас уже можно сделать, так как вроде ресурсы у меня хоть какие-то появились. Но, в целом, вот это, мне кажется, наверное, по-быстрому, если забирать, то, наверное, попроще будет. Но, не знаю, я об этом подумаю к следующему эпизоду уже. И там будем решать. На этом данный эпизод будем заканчивать. Вот так время у нас уже подходит к концу. Надеюсь, было интересно. Всех ещё раз с прошедшим приятного аппетита. И до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok